Курта Кобейна. Ну, Оль, как вы относитесь к Нирване, что ли? Ну, мне нравится Кобейн, в принципе. Он всем нравится. Личность, вырос культовая. Да, наконец-то. Поэтому празднование его дня рождения проходит каждый год в разных клубах Москвы. В этом году самая интересная программа в клубе Вольта. Наконец-то. Наконец-то мы можем прийти и зарядиться, я так полагаю. Даже в прямой и кореносном смысле слова, потому что Курт Кобейн – это действительно Нирвана, которая на сегодняшний день одна из легендарных групп. И, соответственно, Клуб Вольт, понимаете, да? Конечно. В концерте также еще выступит группа «Санкт-Петербург и Заблю», коллектив из Владимира Матаморфис и специальный гость Николай Петровский, который проставил с исполнением песен Нирвана на Итуле. Вот вам, пожалуйста. Все-таки День Зачи Отечества в Подмосковье. Что там будет происходить? Давайте мы здесь немножко раскроем, как, пожалуйста. В Солнечногорском районе Подмосковья пройдут «Богатырские забавы». «Богатырские забавы». Это игры и состязания, такие русские забавы, которые входят в метание валенка, например, толкание бредна, перетягивание каната и прочее. Метание валенок. Павел, кстати, когда-то не раз валенок метали. Расскажите нам лучше. Вы знаете, когда в 3 часа ночи мой веселый сосед перепутал, что, оказывается, виноводочный магазин – это не моя дверь. И он так настойчиво стучал «Открой окно!» А вот здесь было метание валенок. Чтобы вспомнить, каково это, можно поехать в деревню «Ложки». В Москве район. Еще раз в деревню «Ложки». Ложки. Ложки, древнюю «Ложки». Ложкари. Так, ресторанный день что-то нам тоже принесет. Ну, для любителей гастрономических изысков, любителям маркетов еды, 21 февраля можно отправиться на дизайн-завод «Флакон» в Москве, где пройдет ресторанный день. То есть там будет какое-то бесплатное угощение? Да, там вход свободный. Проект ресторанный, в котором участвуют кулинары-любители, они представят свои блюда. Пироги, сырные лепешки, хот-доги, мексиканские фалайки даже. То есть люди могут абсолютно свободно прийти, продегустировать и сказать, нам нравится этот доктор, про него проголосовать. Доктор говорит. Дайте нам рецепт. На секундочку. Открывайте ресторан. Хочу такое тирамисо, как у вас. Вот у нас маркет подарков 4 сезона. Что же это такое включает в себя и вообще что там будет происходить? Для тех, кто не успел еще пить подарки мужчинам, они могут прийти на геарм подарков 4 сезона, который пройдет 21-22 февраля в центре дизайна «Артплей». Вот оно как. Значит, мы можем в этом центре что-то увидеть такого. Хотя девушки обычно покупают подарки заранее, но если вот они и купили, могут прийти непосредственно с мужчинами. И там на месте выбрать одежду, различные аксессуары, предметы интерьера и вообще все, что понравится, вот можно там купить. Представлять подарки будут мастера хендмейда, какие-то маленькие шоурумы, дизайнеры. То есть там можно будет найти что-то необычное, оригинальное, того, что ты не найдешь в обычных стандартных магазинах и где-то вот около дома. У меня... Вот, даже бесплатно. Да, вот, бесплатный вход. Это очень важно. Смотрите, у меня к вам вопрос, и к Марии, я как, вроде, представитель мужского пола, как-никак, и все-таки хотелось у вас спросить сейчас, уберем лишние, а что бы вы подарили на 23 февраля? Вот прям... Без купюр, да? Я вот, честно, пока еще не купила мужчинам, хотя мне и брат, и папа служили, и сами драм-защитники отечества, вот пока еще я не успела, думаю, на выходных. Что-то... Ну, а вот, пример, в какую сторону? Понятно, что сейчас конкретики нет, но в какую сторону? В сторону, наверное, парфюма. Парфюма. Папе особенно, да. Ну, вы знаете, он же вкусы. Парфюма, и уходы с собой, да. Ну, папа у меня любит любые духи. А-а-а, это без разницы. Галь, двоих, можно я? Раз. Вот, кстати, это так происходит даже моими. Правда, да? Папа унесет. Чичить тогда. Ну, а я бы выбрала в пользу впечатлений, ну, либо... То есть отправила в деревню ложки. Вот тебе билет на электричку. Ну, почему бы не, да. Ну, то есть какой-то подарок впечатления, да, где, там, не знаю, полет на вельтоплане, вот что-то такое, где ты можешь как-то вот себя проявить и что-то новое просто попробовать. Мне нравится возможность пробовать что-то новое, и мне кажется, это интересно. Это то, что запомнится, да, не останется, не закончится, да, вот как парфюм, или вот что-то такое, что улетел и не прилетел. А зато у него есть в кармане парфюм. Ну, да ладно, как говорится, с подарками разобрались. Едем далее. У нас День защитника Отечества в парках, да? Да, так же вот в парке. Можно сидеть в ложке, а можно, вот если в Москве, пойти в парк и хорошо так отметить. В программе будет фестиваль саней, экскурсии и выступление военного оркестра МЧС. И традиционно вход тоже бесплатный. Во все парки. Фестиваль необычных сани или батл сани 23 февраля пройдет в парке Сохольники. Традиционно каждый год проходит там этот фестиваль. Можно будет увидеть необычные сани на основе тюбингов, сани в виде летающих тарелок, посмотреть тазовый заезд и сделать фото на память с самой необычной конструкцией. Так же не скучно будет в музеоне в парке Горького. Можно посетить экскурсионный варафон, послушать военный оркестр и попробовать блюда полевой кухни. Ну, если вы приехали на тазовый заезд, то для вас сразу же, как говорится, полевая кухня и оркестра. Спасибо, что вы первые. Девочка, вы поедете в парк на каких-нибудь санях покататься или посмотреть? Возможно, поедем. Все сейчас сфотографируются с какими-то интересностями. Ну и вообще просто возможность покататься на горке скоро не будет. А тут тазовый заезд, это же будет с горки все это же проходить. Поэтому конец зимы почему бы и нет. Не, ну мне многие в гору толкаются, но обычно люди едут с горки. Вот, да. И далее у нас бои роботов. Оказывается, здесь что-то уже совсем абсолютно современное, какое-то необычное. Что же здесь с этим все? Ну, это еще одно мероприятие, конечно же, которое посвящено Дню Защитника Отечества. Событие такое для настоящих мужчин. Бои роботов, которые пройдут с 21 по 23 февраля в спорткомплексе Олимпийский. То есть это будет на дистанционном управлении, что ли, да? Да, да, различные какие-то роботы из Европы, Америки, из различных стран. То есть международные, да? Да, международные соревнования. Пожалуйста, пожалуйста. На билеты от 400 рублей, не бесплатно. А участникам, если заявители уже все заявлено, все уже есть, то есть мы можем прийти только как зрители туда? Смотреть, да, да, конечно. Слушайте, ну вот видите, вот до чего мы дожили с вами, да? В ложках мы метаем варенки. Оттуда быстренько на тазах, вниз. Оттуда военный оркестр. Перекусили полевой кухней и бои роботов. Помните, как в песне «Синие роботы»? Это уже вечером. Пошли домой. Синие роботы. Что еще, чем-то порадуем? Или пока на этом точку с запятой? Ну, в принципе, событий достаточно, да, есть, что выбрать. Чтобы отдохнуть три денька, можно гулять, отдыхать. Смотреть фильмы, ходить в парки. Пожелайте вы уже всем мужчинам, вот, и Марии, и Ольге, от себя лично, что вы ждете от действительно защитника Отечества, и что для вас защитника Отечества? Вот немножко в двух словах пожелайте нашим мужчинам. Мужчина должен быть справедливым, я считаю, и мужественным. В чем справедливость? Справедливость. Да. Сложный вопрос, но не должен быть никогда коварным и подлым точно. Вот, вот, ни коварным, ни подлым, так, уже здорово, так. Ну, мужчина должен быть защитником, это в самом празднике уже говорится, да, потому что не все служили, но защитником ты быть должен, обязан, мне кажется, что в первую очередь вот это нужно проявлять. Ну что ж, мы надеемся, что вы будете вдохновлять, я имею в виду, девушки будут вдохновлять, девушки, женщины, вообще, женский пол будет вдохновлять всех наших защитников, а защитники будут под эти прекрасные голоса вдохновляться и защищать. Спасибо вам большое. И с нами были наши коллеги из РИАМА.ру. Спасибо. И все дома следите за жизнью вместе с РИАМА. Да.